То есть, неучастие в профсоюзе. Касательно мультиколинерности, важно понимать, что обычно меряется именно линейная связь между предикторами. Однако, связь бывает и нелинейная. Ее замерить гораздо сложнее, особенно когда речь идет о многомерной связи, то есть связи между многими переменными. Вы, по крайней мере, помните об этом. Надо и проверять при наличии таких возможностей в статопакете и знание соответствующих методов на связь предикторов нелинейно, тоже полезно. Вернемся к предикторам, сильно смещающим баланс в пользу P0 или в пользу P1. Здесь речь шла о коэффициентах нестандартизованных, то есть коэффициентах для переменных, измеренных по различным шкалам. У нас же есть разные шкалы. У нас есть 11-бальные шкалы, их атомические шкалы. Если мы хотим посмотреть на вклад каждого предиктора безотносительно размерности шкалы, мы должны посмотреть на стандартизованные коэффициенты. Я рассчитал стандартизованные коэффициенты, сделав предварительно стандартизованные переменные, аналогичные всем моим предикторам, и вставив их в регрессионную модель. Я получил таким образом стандартизованные коэффициенты. Мы видим, что и по стандартизованным коэффициентам отрицательный самый большой коэффициент соответствует Донесл4, и самый большой положительный коэффициент соответствует Кантриан17. А могло быть в принципе и не так. Могли не совпасть результаты стандартизованные и результаты по исходной размерности шкал. Стандартизованные коэффициенты как бы показывают нам, насколько повлияет тот или иной коэффициент при изменении на единицу безотносительно масштаба шкалы. То есть все изменения здесь как бы уравновешены, и вот смотрят, изменения на единицу уравновешены, где сильнее всего приводят к отвлеку.